Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Очень хорошо кожура отойдет. Кстати, если делать это же с нектарином, у нектарина кожура не слезет, как бы вы ни старались. То есть нектарин не использовать, да? Нектарин можно использовать, но он получится с кожурой. На литр воды нам понадобится 250 граммов сахара. Делаем сироп. Где ты научилась готовить этот десерт? У меня есть книга Эскафье, этого великого повара французского. Искала себе что-то такое, знаешь, легенькое, и как оказалось, оно очень легенькое, но неимоверно вкусное. Ты же не ищешь легких путей. На самом деле меня покорила история создания этого десерта. Этот десерт был создан поваром Эскафье для певицы Эли Мэль. Необычайное сочетание персика и малины, оно ее покорило, и с тех пор этот десерт считается одним из самых лучших. Литр воды, 250 граммов сахара и цедра одного лимона. Можно добавить туда палочку корицы, можно добавить анис, если вы любите. Я добавлю немножечко ванили. Что-то, Лизонька, ты сегодня на себя не похожа. То ты мне говоришь 43 грамма белка яичного взвесить, а то можешь, Надя, анис положить, можешь корицу, бухни. Ванилина, ты что, влюбилась, что ли? Ух, я бухнула, по-моему, хорошо. Наверное. Это впервые рецепт, когда ты так вольно себя ведешь, что персики с кофе позволяют такие вольности? Ты знаешь, вот варить персики в сиропе тут уже не важно. Большая лома не надо. Но столовая ложка больше, столовая ложка меньше, все равно получится. Проварить нужно будет около 15 минут, а потом дать им остыть. Когда речь идет о сиропе, мне кажется, это что-то такое густое должно быть, и его должно быть немного. Вот чуть покрыл фрукты и уже варишь, а тут сироп, ну, как будто мы суп варим из персика. Не всегда нам достаточно будет вот такие пропорции на литр воды, 250 граммов сахара. Отдельно для декора мы будем использовать цедру лимона, водичка, закипятить ее три раза, чтобы избавиться от горечи. Просто опять произвольное количество воды? Опять. Волшебный десерт. Чтоб покрыло, Надя. Это десерт, который навсегда изменил Лизу Глинскую. Она забыла, как взвешивать куриные белки. Лиза, Лиза, мы ждем, когда сироп закипит, да? А вот чтобы не просто ждать, а ждать с удовольствием, давай я приготовлю кофе. Давай. Я, кстати, летом еще очень люблю кофе с мороженым, а ты? Гляссе. Ох уж эти кулинары. Да, у меня в поразильной камере всегда припасен брикетик. Угощайся. Спасибо, Наденька. Все, начинается с мыскафе. Закипели. Закипели. А теперь 15 минут они покипят, а потом мы дадим им еще минут 20-полчасика, чтобы они остыли. Персики должны провариться минут 15, а для нас с вами время прилетит быстро. Для десерта персика из кофе персики варились 15 минут. По-моему, они вполне готовы. Да, я сняла с них уже шкурочку и оставим их еще минут на 15-20, чтобы они охладились. А цедру мы уже слили три раза. Последний раз залить водички, чтобы покрыло. И добавить буквально несколько столовых ложечек сахарной пудры. Воду мы каждый раз сливаем, да? Мы три раза слили водой. Четвертый раз заливаем холодной водой? Четвертый раз опять же холодной водой мы заливаем, но уже добавляем сюда несколько столовых ложек сахарной пудры. Вы слышали, Лиза сказала несколько. Две. Мы сделаем малиновый соус. Блендер. Перебьем. Так. Ты говорила о том, что из кофе одним из первых в мире поваров придумал соединять фрукты и ягоды в одном десерте. Да. А вот что еще можно соединить таким необычным образом? Что он придумал? Ты знаешь, вот для Сары Бернарда, допустим, он придумал сочетание ананаса с земляникой. Сказочно, я думаю. А у тебя бывало такое, чтобы ты вот так что-то соединила и поняла, что ты изобрела? Та же банальная творожная запеканка, вот так хотелось туда чего-то добавить. Я добавляю туда апельсиновую цедру и сок апельсина, и она получается такой сочной, такой ароматной. Ну, как бы, казалось бы, такая мелочь, но очень вкусно. Я так понимаю, что мы несколько граммов малины взяли сегодня? Мы взяли 200 граммов малины и еще возьмем 150 граммов сахарной пудры. А косточки малины не помешают нам? А помешают. Надо обязательно через сито, да. Могу помочь. Давай, помогай. Ты говорила о том, что тебя вдохновляют истории, которые связаны с какими-то кулинарными шедеврами. Вот, например, Эскафье посвятил своей музе десерт. А какие еще кулинарные истории ты знаешь? У тебя ведь есть целая книга. Знаешь? Киевский торт. Так. Он на самом деле совсем случайно получился. Еще в 50-е годы на фабрике Карла Маркса технолог, он случайно ошибся, и получилось, как бы, скажем, практически непригодных белков большое количество. И он на свой страх и риск их приготовил и ввел в торт. И получилось то, практически то же, что сейчас вот у нас называется киевским тортом. Ну, ты так много готовишь, так практикуешься, и что-то новое изобретаешь, тебе тоже нужно все записывать, чтобы не забывать. И, возможно, потом когда-то ты книгу напишешь. Ну, я вот, у меня в последнее время складывается впечатление, что в моей жизни присутствует только кулинария. Но на самом деле это не так. Я очень люблю боди-арт. Я рисую, Надь, рисую. Причем на листе бумаги я рисую намного хуже, чем на теле. Вот. А покажи, что ты на себе нарисовала. Ну, у меня там... Есть! На месте? Не думала, что сразу угадаю. А что такое? А с чего ты сделала татуировки? Почему ты решила? А вот, понимаешь, все считают меня очень-очень правильной, всегда считали. И мне хотелось как-то, понимаешь, показать, что не такая я правильная. И ты сделала на попе татуировку? Не только на попе. Еще где-то есть? Да. Покажи хоть одну. Нет, у меня она на спине, а у меня вот, вот... Надь, ну это же... Надь, ну вот. У нас цедра готова. Так, нет, 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 Лиза, 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 все, кто был у меня на кухне, свои татуировки показывают. Ноги? И все. На спине, Надь, есть, да. А ну дай. Да? Ну на. Да вы. Ха-ха, кто там снимает? А ну покажи, Лизунь. Тут что-то написано, смотрите. Да, я как газетка. А ну стой, не шевелись. Так я не поняла, что у тебя там написано. Да я ж как газетка, Надь, у меня везде что-то написано. А это такой текст, что дает мне силы, так же разрушает меня. А любовь? Да, мужчинки, вот понимаешь? Да. Они ж дают силы, а потом тебе же и раз, и все. Тема перешла вообще. Цедра готова, Надь. Я знаю, Лиза, но не это главное. Я ж мокрая стала. Подожди, так хорошо. Смотри, появляется в твоей жизни мужчина. Да. И видит у тебя на спине такую татуировку. И говорит, что это? Спрашивает. Да. А ты говоришь, это мужчина. Нет, ты что, я ему такое не говорю. Я говорю, там написано, соблюдай дистанцию. О, Лиза быстро превратилась в блондинку. Лизонька, но я тут же у тебя рассмотрела и на ножки тоже. А на ножки уже более такая осознанная. Там написано на латыни, судьба помогает смелым. Ну вот каждый раз, когда ты понимала, что ты сделаешь татуировку, это происходило в определенный период твоей жизни, и это связано с каким-то событием, да? Да. А вот с самым радостным событием, где у тебя татуировка? Нет, ну вот, на данный момент. Наверное, когда я выйду замуж, я думаю, что инициалы своего любимого мужчины я где-нибудь себе наколю. Есть даже анекдот, точно не помню какой, когда мужчина хотел сделать, ну, выгравировать на обручальном кольце имя своей возлюбленной. А ювелир ему посоветовал, говорит, ну мало ли что, давай без имени. Я к тому, что потом же может что-то измениться, придется выводить татуировку. Я думала, ты скажешь, я навечек на полюблю, а ты говоришь, выводится. Нет, такое говорить не знаю. Сегодня Лиза Глинская совершенно не такая, как всегда. Это благодаря десерту персик из кофе. Четвертый раз залили, и сколько минут мы варим? Есть. А, ты знаешь, мы варили, буквально, буквально варили несколько минут. Добавим сахарную пудру. Я думаю, что граммов 50. Вот видишь, ты немного рассказала о том, что у тебя на сердце. Уже перешла на граммы, а то несколько, несколько, я уже начала переживать. Что происходит. Персики, вот, если мы делаем их зимой, мы можем сделать их из консервированных персиков. Вот, получится тоже не менее вкусно. Так, мороженое. И здесь еще... Лиза, ты что, забыла ванильную эссенцию? Нет, положила, ты что? Лиза, ты что, забыла миндальную стружку? Так она сейчас пойдет. Это для декора, миндальная стружечка, смотри. Вот это классическая презентация для этого десерта, да? Я пробовала, когда персик раза в три, наверное, больше. И когда вот такой шарик мороженого, он прям ложится вот там, где была косточка. Человек, который уже стал шеф-поваром, да, достиг каких-то высот, вот он же должен с гордостью воспринимать результаты своего труда и не стесняться говорить о том, насколько это великолепно. Или все-таки нужно быть скромным, как по-твоему? Ты знаешь, со мной, нет, все-таки, наверное, должен быть скромным, потому что настоящий, вообще, правильный шеф, он правильный повар, он, наверное, совершенствуется постоянно. То есть не останавливается на достигнутом. Мне всегда не хватает, вот я бы еще, еще бы чего-нибудь бы. И пока Лиза презентует еще одну порцию десерта эскафье, я напомню, как мы его готовим. Для того, чтобы приготовить десерт персик эскафье, вам понадобится мороженое, персики, сахар, ванильный экстракт, цедра лимона, малина, сахарная пудра, миндальная стружка. Постоянно помешивая, доведите сироп до кипения. Персики разрежьте, удалите косточки. Выложите фрукты в сироп, добавьте ванильный экстракт. Проварите персики на слабом огне 15 минут, чтобы они стали мягкими. Посуду снимайте с огня и дайте фруктам немного остыть в сиропе. Затем персики достаньте из сиропа и выкладывайте в порционную посуду, креманки, бокалы или тарелки, выемкой вверх. Малину и сахарную пудру измельчить в блендере до состояния пюре, а затем протереть через сито. Для приготовления лимонных цукатов цедру залейте водой так, чтобы она покрыла цукаты. Проварите трижды, после каждого раза сливая воду и заливая новой водой. После третьего раза снова залейте водой, добавьте сахарную пудру и проварите до готовности, чтобы цедра стала мягкой. На каждую половинку персика положите шарик мороженого, сверху полейте малиновым соусом, посыпьте лепестками резаного миндаля и цукатами. Я, конечно, понимаю, Лиза, что тебя смущает такое быстрое приготовление сиропа, но меня это необыкновенно радует. И вас тоже? Так что спасибо тебе за эту идею. Я даже не сомневаюсь, что это очень вкусно. Это очень вкусно, но это очень быстро и легко. Это хорошо, наверное, да? Когда готовишь что-то легкое, новое, одушевляющее, завязывается беседа, в ходе которой мы лучше друг друга узнаем. Я сегодня узнала о тебе много нового, интересного. Спасибо тебе за откровенность, было очень приятно. Просто мороженое после этого, это просто, знаете, как-то даже скучно. Ну, на наших глазах обычное мороженое превратилось в соединение с фруктами и ягодами... Королевское. Да, королевский десерт. Да. Кстати, этот десерт в кафе где-нибудь в Париже, а он чуть менее вкусный там, чем у нас, стоит 66 гривен. А нам он обойдется, ну, максимум гривен 15. Это если самые дорогие персики, да? Угу. Так что у нас сегодня просто день открытий имени Лизы Глинской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова